Добрый вечер дорогие телезрители, понедельник 19.15 в эфире национального телевидения. Социальное шоу «Один из нас», которое веду я, журналист Дмитрий Аргуннов. Мы вновь и вновь возвращаемся в эти предновогодние дни к теме нововведения в законодательстве. В 1 января вступают в силу изменения в законе по обращению с твердыми коммунальными отходами. И с момента, скажем так, прошлого заседания или стояния прошло определенное количество времени. Много было мероприятий. ООН рассматривал данный вопрос. Было совместное заседание общественных советов, двух министерств, двух ведомств нашей республики, МинжКХ и Государственного комитета по ценовой политике. И вот подытоживая, что же нас все-таки ждет с 1 января, мы сегодня собрали представительную и авторитетную аудиторию. Мы начинаем. Марина Владимировна, все-таки как член общественного совета, Госком цен республики, все-таки я могу подытожить то, что на сегодня, 17 декабря, тариф не утвержден. Нет, не утверждено. У нас правление будет 20-го. 20-го. Ну, в принципе, вам вменено до 20-го. То есть у нас, я говорю от имени всех, скажем. У нас остается буквально последний срок, как мальчишики-бальчиши, вот до 20-го, а там уже будет конкретная цифра. Ну, хотя приоткрыть завесу над проектом, вы можете? В тот раз мы очень много копий сломали насчет этого. Ну, на сегодняшний день у нас предварительные расчеты сделаны. Окончательный расчет у нас будет принят правлением, которое у нас состоит не только из членов нашего комитета, но и есть антимонопольная служба. Поэтому здесь будет окончательное решение принято уже на правлении. Но на сегодняшний день тариф просчитан в том размере, который мы показывали на нашем общественном совете и на МВЦК. Если говорить по городу Якутску, то у нас основные факторы роста – это негативное воздействие на окружающую среду. Это налог новый день. Да, это новый налог. Он в соотношении к сегодняшнему… Почему он новый? Он весь этот налог платный? Он есть. Мы его… Просто не платили. Не платили. Раньше его не платили. Вот. Его будут платить сегодня те операторы, которые будут заниматься свалками. То есть захоронением твердых бытовых отходов. Он в тарифе будет составлять 13%. То есть это произойдет на это увеличение. Помимо этого у нас с вами поменялись нормативы. Нормативы сегодня в городе Якутске составляет 1,7 на человека. Сегодня принят норматив 1,86. То есть на 9% будет рост за счет нормативов. Помимо этого у нас предусмотрено капитальные вложения, которые должны быть включены в соответствии с законодательством. Если у нас будут утверждены инвестиционные программы, то эти капитальные вложения останутся в тарифе. Если не будут, то они будут исключены. Что касается, есть еще содержание рекоператоров, которые составляют в общем тарифе до 9%. И агентские сборы, которые составляют 1,5% от необходимой валовой выручки. От всего. В целом в тарифе будет порядка 3% составлять. Но на сегодняшний день рост будет. В направлении мы определимся окончательно по этим суммам. В тот раз я же мониторил эти публикации и весь материал, который идет по данной теме. И очень много было вопросов как раз насчет содержания регионального оператора. Почему мы должны содержать 51 человек? 51 человек, да. Спасибо, Дмитрий, за то, что предоставили нам слово. Вообще, вот эта мусорная реформа, мусорная революция, я ее называю. Я очень рад, что она началась в России и в городе в частности. Наш полигон, это как притча в аязыцах. Все говорят о том, что надо строить, строить. Каждый год было много проектов. Уже на своей памяти, помню, уже лет 15 эти проекты по строительству сортировочного завода. Бородин когда сидел? Бородин 2002, по-моему. В 2000 году. Но она работает давно уже. Еще с тех времен. У нас с тех времен не было механизмов создания отрасли переработки отходов. То есть наш полигон построили и в 60-х годах так он и работает. У нас наконец-то появился инструмент, который нам поможет, грубо говоря, создать новые отрасли переработки отходов, захоронения отходов. Поставить, наконец-то, новые современные баки в городе. Наладить систему, прозрачность сделать, систему вывоза мусора. То есть мы все-таки перейдем на этот новый уровень. Если все всегда мне говорят о том, почему у нас в городе, грубо говоря, не так все хорошо, как, например, в Европе или в Японии, не так хорошо мусор вывозится. То мы сейчас сделаем первые шаги к цивилизованному уборке мусора в городе. И вот этот механизм нам позволит, во-первых, сделать капитальное вложение, как уже Мария Владимировна сказала. То есть это построить наш завод, новый полигон, который наконец-то перестанет нас вздымить, загрязнять город. Он элементарно удалится. Он удалится, да. Поставим сортировочный комплекс. То есть это очень большие перспективы перед городом. То есть стать на шаг выше, на шаг ближе к идеальному обществу в отношении уборки мусора. Это первый такой положительный момент. По поводу содержания рекоператора. Конечно, это достаточно такая большая цифра, 9% от общего валовой выручки. 51 человек. Но если это посмотреть детально, то это не так уж и много людей. То есть в основной массе это все-таки наши диспетчера. Потому что это все-таки будет такой процессинговый центр, где будут обрабатываться все данные по машинам. То есть куда машина едет. То есть каждая машина будет оборудована системой ГЛОНАССа, слежения. То есть уже не будет тех моментов, когда кто куда захотел, грубо говоря, в лес поехал, вывалил. То есть все это будет централизовано, диспетчеризовано. Основные это у нас товарищи, которые будут следить, мастера и диспетчера. А УП у нас там из 51 человека всего лишь 10 человек. То есть это те менеджеры, которые будут руководить этим процессом. То есть это не так уж и большая цифра. Я на самом деле не согласен с тем, что все на самом деле все хорошо. Вот допустим капитальные вложения. Старительство нового полигона на 26-м километре. По закону и то, как позиция государства, отношения. То, что мы все должны платить за капитальные вложения. То есть по сути государство в 60-х годах не занималось полигонами, не строило соответствующих полигонов не только в городе Якутск, а во всех населённых пунктах. Мы имеем 471 место хранения этих твёрдых коммунальных отходов. Из них только в республике. Да, в республике. Из них только 17. 17 же находятся в этом реестре ГРОРО. А теперь говорят, вот закон мы приняли, пожалуйста, все платите инвест на отбавку, примерно 45 рублей, да, с каждого куба. И получается, вот вы будете строить, вы мусорите, вы и стройте. Поэтому я считаю, что мы должны обязательно в законодательные инститивы выходить, чтобы государства, федеральные органы власти участвовали в строительстве этих полигонов. Это однозначно. Или как субсидированием, или каким-то другим программным методом. Мы с 2015 года, как только вот закон принялся в 2014 году, 2015 года через Общероссийский народный фронт настаиваем на том, чтобы у нас появилась программа полигоны России. Мы эти предложения направляли. Затем мы уже в 2016 году направили уже предложение уже нашего органа, чтобы у нас появился полигон Якутии, да. С тем, чтобы программным способом как-то вот сделать так, чтобы было финансирование именно в соответствии этих полигонов. Сейчас вот, допустим, когда в 2016 году обсуждали, говорилось о том, что регион возьмет на себя проектирование, так как, изыскание проектирования строительства полигонов. Так? Так же было? Сейчас эта статья есть или нет? Эта статья есть. А в какой сумме речь идет? Сумма небольшая, естественно, да. Мы планируем в 2019 году начать проектирование полигонов на сумму порядка 10 миллионов рублей. Федеральный центр в рамках федерального проекта «Экология» комплексное создание системы обращения с ТКО планирует профинансировать пока известную сумму на три года. Это 217,7 миллионов рублей. Это объекты обработки. Это в большей степени обработка и сортировочная. А вот к полигонам же это никакого отношения не имеет. Да, по полигонам федеральный бюджет не участвует. На наши предложения о том, чтобы включить федеральный проект, в том числе и создание полигонов, они как бы не приняты. Нам надо построить 390 полигонов на сумму примерно 12 миллиардов рублей. Вы подсчитай, если мы каждый год будем закладывать 10 миллионов, когда мы сможем эти полигоны построить? Речь-то об этом идет? Правильно отмечено, что потребность по инфраструктуре, именно по созданию полигонов это очень большая сумма. Но, в частности, по городу Якутска хочется дополнить, что вот почему именно закладывается в тариф. Потому что в свое время между администрацией города Якутска и консессионером, частным партнером ООО Якутска-сети, был заключен договор консессии, согласно которому частная сторона обязуется построить вот этот полигон и сортировочную станцию. Соответственно, это было оформлено по принципам государственно-частного партнерства, и, соответственно, это должно быть в составе тарифов. Просто подход, он в городе Якутске принят как ГЧП. Ну, хорошо, возьмем город Якутск, 40-45. Нет, я просто хочу ремарку сделать. Я был на рассмотрении ОНФ данного вопроса, в принципе, тоже. И хотел бы, ну, возможно, это доля такая, что и они в последний момент спохватились тоже. Кто они? ОНФ. Нет, мы над этим направлением работаем уже давно, с 2015 года. Интересные предложения мы направляем. Ну, слово полигон я абсолютно в другом контексте от представителей ОНФ слышал. Я могу напомнить, если надо. Пожалуйста. По поводу полигона зимних, снегового полигона или что-то такое. Но это не по теме. Хотя, может быть. Как это не по теме, полигон, а не по теме? Снеговой это не мусор. Нет, снеговой это отдельная тема. Снеговой, да. Я говорю, вот тот вопрос был, а мусорный, я еще раз говорю, вплотную от такого крупного, скажем так, общественного объединения, каким является... У нас постоянно вот эти моменты занимаются. Мусорный? Именно полигон. Именно полигон. Именно мусорный полигон. Хорошо. Возможно, я не прав. Мы одни из первых в 2015 году поднимали в целом вопрос еще до проблем Московской области. Мы поднимали вопрос в части наличия, проблемы именно внесения наших свалок, так таковых, да, в ГРОРО. То есть они не отвечали уже с 2014 года. По идее, Росприроднадзор должен был уже поставить как бы каждое муниципальное образование штрафовать, каждое предприятие штрафовать, которое занимается мусорным. И мы давно уже получили бы холлапс. На самом деле здесь Росприроднадзор тоже закрывал глаза. Так ведь? Ну, с учетом особенностей республики. Ну, с учетом особенностей, да. Но законы тоже не исполнялись. В общем, ситуация была такая, что с 2015 года многие, скажем так, ну, перенесли и перенесли. Эта проблема появилась не в 2018 году, на самом деле. Она появилась давно, и она поднималась уже прямо с принятия этого закона в 2014 году. Его два раза переносили у нас. После рекламной паузы мы вернемся к тонкостям мусорного вопроса, который непосредственно будет связан с каждым из нас. Реклама прямо сейчас. Мы снова в эфире, и мы продолжаем рассматривать мусорные вопросы. Буквально день-два остается до того момента, как Госкомценареспублики примет тариф, который будет использоваться для расчетов, скажем так, новой коммунальной услуги, для которой теперь обращение с отходами выведено из состава жилищных услуг и, скажем так, является уже тарифицируемой коммунальной услугой. Мы остановились на том, что Павел Валерьевич сказал, что я не прав с тем, что государство сбрасывает в себя значимую часть. А тренд-то он сохраняется такой. Вся вот эта линия и ГЧП, и, скажем так, ориентация на некоммерческие организации, которые в социальной сфере работают и так далее. То есть этот тренд уже задан. Нет, но создание инфраструктуры это все-таки обязанность государства. Вот, допустим, мы создаем ТСР по закону, и государство, федеральный бюджет, помогает им по железной дороге, по дорогам, по электрификации и так далее. А полигон это является одной из основных инфраструктур обращения твердым коммунальным отходами. То есть это инфраструктура. Это не просто там квадратный метр, там просто землю отвели и начинает там сваливать. Она должна отвечать всем требованиям. Допустим, строительство полигона сколько стоит в городе Якутске? Вот на 26-м километре. Общий объем финансирования какой? 300 миллионов. Так? А вот в средней, в сельской местности сколько полигон будет стоить? Ну, средняя такая. Ну, в административных центрах порядка 80-100 миллионов. 100 миллионов. То есть, грубо говоря, 300 миллионов в городе, 100 миллионов в сельской местности будут перекладываться на потребителей, ну, то есть на жителей. При этом есть у нас персонаж, да, Афанасий Агитович Егоров, который в бытность, на официальной еще должности, да, еще до ИТК и так далее, говорил. Вот сколько я летаю по всем муниципалитетам, за последние, скажем, 10 лет произошло вот такое вот явление. Вот муниципалитеты начали, скажем так, упорядочивать те свалки, которые, ну, они зарегистрированы были, не зарегистрированы. Ну, скажем так, начали упорядочивать, наконец, места, скажем так, содержания отходов. Есть такое, да? То есть, процесс-то, он на самом деле идет уже давно. Ну, что значит упорядочивание? Они просто, во-первых, их обязали с 2014 года начать оформление, они более-менее начали оформлять. Потом, значит, они со свист кудных бюджетов начали тратить на то, чтобы их содержали. Ну, то есть, грубо говоря, там, трактор, там, забор там делали, там, и так далее, и так далее. То есть, это все, отчасти все это перекладывалось на самих жителей, так ли? В тарифе же это было на содержание? Не по всем свалкам. Ну, не по всем свалкам, но те, кто оформился, по ним было. Обоснованным по ним было. То есть, это желание самих муниципалитетов хоть что-то сделать. Но, когда государство... Жить чище, да? Да, ну, естественность была муниципалитетам. Да, но естественность была, да. До этого момента ответственность была на муниципалитетах. Да, да, да. Сейчас ответственность все-таки перешла на региональный уровень. Да, и сейчас у муниципалитетов обязанность только по последним изменениям, это полномочия, это создание и оформление земельных участков, грубо говоря. Нет, площадок под накопление и схемы расположения. Да, схемы расположения, но и там тоже проблемы. И информационно-развитительная работа. Почему? Потому что там есть и федеральные леса, там полигоны, там целая проблема тоже оформлять эти полигоны. Вот и вы затронули одну и такую проблему содержания площадок. Вот сегодня мы встречались, то же самое в Алтумене. То есть это пока решение никто конкретно не сказал. То есть региональный оператор то же самое, он готов взять на себя это содержание, то есть каждой мусорной точки, которая у нас во дворе, но в тарифе, я насколько понимаю, его не предусмотрят. То есть этот вопрос сейчас заберется из-под управляющих компаний на регионального оператора. Его нет, с одной стороны, у регионального оператора, с другой стороны, его нет у управляющих компаний. Нет, немножко не так. И этот он, этот непосредственно содержание. Вот Андрей сказал, радостные, баки поменяются, да? Они поменяются, потому что баки нам оставляют. А вот само содержание, смотрите, будет как, подъезжает на мороз. Это мы оставим то, что оно существует, а на новое у них это не предусмотрено. Нет, 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 еще раз, еще раз, все, что касается площадок, самих площадок, то это если собственники жилья, то есть те же управляющие компании, которые у них отвод земельного участка есть, и это собственность общего, общедомовая собственность, она останется в жилищной услуге. Она никуда не денется. Речь-то шла немножко о другом. Речь шла о том, что у нас в сельских населенных пунктах нигде нету этих площадок. Согласно СанПИМа, санитарных норм... И не только в сельских, и ЖС тоже. Ну, и ЖС, да, там где... Нет, ну и здесь о многоквартирной вы говорите, то есть вопроса нет. На самом деле там, где отведена, это практически только наши новостройки. Это процентов 10 от всего жилого фонда. У всего остальных 90% все эти санточки находятся на муниципальной земле. Они не закреплены за жилыми домами. То есть никаким образом. Большая часть? То есть если мы сейчас подойдем формально, то согласно закону эти санточки вообще должна содержать администрация города Якутска. Согласно этими полномочиями подписываются с 1 июля 2019 года. То есть речь идет о чем, да? Если вот эти санточки, так сказать, да, площадки накопления закреплены за ТСЖ, например, да, соответственно, по ним должно быть бремя содержания имущества, это бремя, ну, собственников, да. Соответственно, по этой схеме идет. Если эти земельные участки не отведены под конкретные, не закреплены под каждым домом, допустим, да, это земля муниципальная. Это 90%. Соответственно, муниципальное образование должно определить эксплуатирующие организации. Это может быть региональный оператор по отдельному договору, либо это может быть любая другая организация. Либо муниципальная, либо частная там и так далее. То есть законодательство, что хочется сказать? Надо упорядочивать, если, допустим, мы внедряем институт рекоператоров, которые будут заниматься сбором транспортирования, а места накопления надо тоже, как бы, ну, приводить в порядок, да. В связи с этим они определяют ответственного. Стоп. То есть получается цепочка все-таки разорванная, да? Да. Есть зона ответственности рекоператора, который, по идее, он подъезжает. Забрал. Забрал. И вот с момента, скажем так, как погрузил свой мусоровоз, это начинается его зона. Есть свой мусоровоз. Перевозчик. Да, перевозчик. Да, перевозчик. То есть не надо путать. Рекоператор и оператор-перевозчик. Он может быть и одно в одном. Но сейчас-то этого нет. Может быть и один в один. У нас в Мирном... Ну, сейчас вот по городу Якутска этого нет сейчас? Ну, все согласно закону. То есть мы сейчас объявляем... А вот то содержание, то, что вы говорите, то есть или региональному оператору, или администрации, или управляющей компании. То есть тогда встает вопрос, надо вводить еще дополнительно жилищный тариф. Которого сейчас... Это как бы двойная накупка. Сейчас его как бы нет. То есть, в принципе, все управляющие компании содержат эти санточки за ту же жилищную услугу, которую мы оказываем, вывоз мусора и так далее. То есть от управляющих компаний это забирают, но тогда, если это остается за нами или там за муниципалитетом, соответственно, надо вводить параллельно дополнительный жилищный тариф. И вот этот вопрос, он как бы до сих пор... И он не отрегулирован. Он до сих пор висит в воздухе, и как бы вот мы его... А времени-то остается... Две недели, все. Да? Две недели. Не все так гладко. Абсолютно не все не гладко на самом деле. И речь, когда мы говорим о том, что мы там баки там региональные, вначале так и думали, что... Ну так и будет. Да. Но это будет потом, когда в закон внесется изменение. Когда у нас внесется изменение. Ну, ожидаем, что к концу года будет уже изменение. То есть, 19-го года. Да. Ну, с 1 января 19-го года должны... Мы все равно надеемся, что это все включит. Да. То есть, там проблем нет. У нас другая проблема возникает. То есть, ладно, мы город, многоквартирные дома. У нас еще есть гигантский частный сектор. Да? Те же Сайсары, автодорожный округ, Марха. Сейчас мы там продумываем много же схем, как организовать работу по частному сектору. Да? Не секрет, что сейчас люди, которые проживают в частном секторе, очень часто выносят свой мусор в ближайший бак многоквартирного дома. Ну, они сами... Да, то есть, у нас очень часто управляющие компании, да, страдают жители многоквартирных домов, куда приносится этот мусор, да. То есть, сейчас институт регионального оператора вводит такую всеобщую обязанность по оплате за мусор. То есть, несмотря на то, где ты живешь, либо в многоквартирном доме, либо в частном доме, все равно ты будешь платить за мусор. Ну, условно говоря, да. То есть, мы должны будем организовать сбор мусора в частных домах. То есть, это, скорее всего, будет позвонковая система, мы предполагаем, на территории города, то есть, по графику машины, да, как в старые советские времена. То есть, людям мы объясняем то, что, допустим, в четверг, там, или в пятницу у вас с пяти часов вечера до шести будет приезжать машина, вы, пожалуйста, мусор свой загрузите. Еще мы предлагаем все-таки рассмотреть систему мешкового сбора мусора, да, то есть, как цивилизованный мир. То есть, продаешь мешок, вешается мешок на забор, чтобы собаки его не разодрали, и мы этот мусор тоже будем собирать. То есть, у нас вот это направление, оно тоже пока что не изучено, да. Люди, которые живут в многоквартирных домах, ну, в частных домах, да, они, ну, не привыкли платить за мусор в частном секторе. Не то слово. Да, не то слово. То есть, чем дальше от города, тем еще эта проблема тяжелее, да, у нас. То есть, допустим, не только город же у нас, у нас еще есть, допустим, муниципальное образование Хангаласского, района Горного, района Намского. То есть, мы очень часто встречаемся с населением, да, и с главами муниципальных образований. Там будет, ну, очень тяжело. То есть, мы предполагаем то, что первые полтора года мы будем только отлаживать эту систему вывоза мусора. Самая главная задача у нас с нового года, да, не потерять то, что есть. Ну, условно говоря, сейчас у нас в городе мусор увозится, ну, хорошо. Это, ну, как бы, открытая информация, все это видят, да, то, что в центре города нигде таких завалов нет. Есть, конечно, у нас такие многострадальные районы, типа, 17-го квартала ГРЭСа, да, то есть, там, мерзлые отходы, да, где у нас не убирается, ну, своевременно. То есть, мы там должны улучшить, да, качество выполнения услуги, потому что люди должны, ну, реально ощутить на себе качество предоставляемых в суд. Конечно, проблема в том, что мерзлые отходы сейчас не вошли в тариф, вот, поэтому вопросу хотелось бы все-таки понимание найти с госконцентом и с правительством, чтобы мерзлые отходы все-таки на нас включились в тариф, потому что это самая одна из главных болей, я считаю, в городе, которая у нас осталась. И на протяжении, допустим, года-полутора уже более-менее обрасти, поставить баки, наладить систему. Ну, мерзлые... То есть, нивелировка в течение 19-го года, она все-таки будет? Да, она будет идти с 1 января, мерзлые, как будете вывозить? Ну, как обычно. Как обычно. Будем возить жилищные услуги. Жилищная услуга. Жилищная услуга, но там господин говорит то, что вы жилищная услуга. То есть, по сути, мы получаем двойную, скажем. Нет, не двойную. Не должно быть. Просто люди, которые живут в ЧБ, в частном секторе и там, где у нас... Прошу прощения. Там, где у нас нету на сегодняшний день... Ну, где берут в ведро все складывать, да, вместе с мокрой, а потом берут и выливают, они должны просто сделать. Отдельно делать жидкие, отдельно делать сухой мусор. Опа. Сейчас, сразу после рекламной паузы, мы вернемся к тонкостям, скажем так, обращения еще и с жидкими, скажем так, отходами, которые потом превратятся в мерзло и так далее. О, голова вообще кружится. Сразу после рекламы. А как... Мы продолжаем обсуждение мусорного вопроса. И прежде чем коснуться, скажем так, тонкости обращения с мусором в частном секторе, кроме того, скажем, в частично благоустроенном секторе наших муниципалитетов, я бы хотел просто... Ну, есть у меня заранее заготовленный. Вот сидит представитель муниципального унитарного предприятия, жилкомсервис, да, который отдувается за регионального оператора. И в то же время, вот, Павел не даст соврать, были какие-то очень странные вопросы, да, почему мы должны каким-то эстонским фермачам платить за вывоз нашего мусора и так далее. Ну, да. Ну, там не совсем эстонские фермачи, хотелось бы сказать. У нас фирма, наши партнеры, называется Set Construction. Это финская фирма, достаточно большая, производственная фирма. Она занимается поставкой в России в основном горно-рудного оборудования, да, и занимается рекультивацией больших полигонов, да, там, то есть контракты, большие контракты на рекультивацию больших полигонов. То есть, если смотреть топ-лидеров стран в мире, да, по обращению с отходами, то есть это, я считаю, на первом месте находятся две страны, Япония и скандинавские страны, да, то есть те страны, которые уже закупают мусор, да, уже из других стран и полностью его перерабатывают, сжигают. То есть, достаточно такие серьезные партнеры, они, в принципе, уже нам профинансировали проектирование полностью, да, полигона. Мы ориентировочно выходим на апрель месяц на общественные слушания, и где-то в мае мы уже готовы будем получить разрешение на строительство полигона. Планируем начать строительство в мае. У нас полигон разбит на пять карт, то есть первую карту мы запустим через четыре месяца после начала строительства. То есть мы хотим уже в сентябре месяце открыть первую карту полигона, уже начать его эксплуатировать и дальше строить следующие карты, да. В следующем году также где-то мы летом планируем начать проектирование нашего завода по сортировке, да, и выйти на 20-й год на строительство. Тоже строительство не такое оно и тяжелое, да, ну, то есть это модульные конструкции, которые будут собираться, у нас же на полигоне, да, по сортировке. То есть за два года мы должны полностью построить и полигон, и станцию по сортировке отходов. Вопрос о диванных экспертов. Экосети, ну, якутской экосети. Это не финны, как бы сказали, а это вполне-таки вы, да? Это мы вполне-таки мы, да, то есть эта фирма создавала специально под проект строительства, да, нашего полигона, нашей станции сортировки, то есть это наше дочернее предприятие, да, мы там являемся учредителями, жилком сервис. Ну, все почему? Потому что, как бы, многие наши инвесторы, да, когда заходят и говорят, мы готовы инвестировать в тот или иной проект, то они не заинтересованы, вкладывают средства в муниципальные предприятия, в государственные унитарные предприятия. Они говорят, ну, создайте отдельное предприятие, которое, ну, грубо говоря, будет заниматься только проектом, да, и никакими другими вещами, ну, грубо говоря, заниматься не будет. То есть только исходя из этих соображений была создана наша фирма якутской экосети. В дальнейшем, конечно, она стала и рекоператором у нас, и дальше, надеюсь, будем развиваться в этом направлении, но будем... В общем, вопрос эстонцами снят. Нет, у меня вопрос. А вот сортировочная станция где будет? На 26 километре или все-таки в городе? Мы все-таки сейчас... У нас будет на следующем деле научный совет совместно с Сарданой Владимировной. Мы перед научным советом города, да, ставим вопрос, все-таки, где ставить нашу сортировочную станцию? Изначально считалось, что это будет в городе. Базовый переулок. Но у нас немножко требования в области природных законодательств, оно все время становится все жестче и жестче, да. Если еще пять лет назад санитарно-защитная зона можно было ограничиться полукилометром, то сейчас санитарно-защитная зона сократилась до 150 метров. И в эту санитарно-защитную зону подпадают некоторые жилые дома, да, которые... Да, ну нельзя сортировочную станцию где-то там плечо меньше сделать. Тогда, получается, мы машину будем гонять на 26 километр, естественно, это будет влиять на тариф, потому что тарифы будут считаться плечо от доставки до полигона. Мы будем проектировать оба варианта, и все это вынесем на общественные слушания. Как народ проголосует, где будет стоять сортировочная станция внизу, потому что у нас два участка, у нас есть участок и внизу, есть участок и наверху, да, на 26 километре. Как проголосует народ, так оно и будет. Но судя по тому общественному мнению, которое сейчас в городе развивается, все-таки, ну, люди не сильно хотят, чтобы у нас в долине Туймада стояла, ну, грубо говоря, сортировочная станция, тире, еще одна, ну, грубо говоря, свалка. Ну, тогда люди должны понимать, что плечо 26 километров будет в тарифе, все будут платить. Ну, она сейчас уже есть в тарифе. Не, ну, она уже есть в тарифе. Она есть в тарифе, перевозка, да. А обратная перевозка в тарифе, она уже в тарифе не сидит. То есть, после сортировки, да, вот это вторичное сырье, оно уже как бы вторичным подпадает. То есть, сортировка, она идет, ну, за счет собственных средств. То есть, это уже на тариф не влияет. Я, насколько помню, раньше даже вариант был не сортировочный, а мусороперегрузочный станция. Потому что вопрос в том, чтобы городские мусоровозы не гонять туда на 26 километров, туда-обратно. То есть, большой, соответственно, он по федеральной трассе, большие машины уходят, и все. То есть, вопрос в том, что городские перегрузили здесь и ушли туда. То есть, логика тоже хорошая. Нет, эта логика была хорошая в плане того, что если бы мы шли в направлении только захоронений. Да. Да. А сейчас законодательство, оно меняется, и мы должны развивать обработку, то есть, сортировать. У нас также перечень расширяется по запрету на захоронение. То есть, мы в любом случае должны прийти к сортировке. Соответственно, это вариант сортировочной станции на 26 километре, да, либо сортировочная станция в городе. Но, опять же, можно предусмотреть с перегруза станции, чтобы остатки после сортировки уже не на маленьких мусоровозах возить, а на больших. Мы тут пытаемся, один из главных плюсов, скажем так, грядущего, на самом деле, со знаком минус события, да, сделать такое, что, по крайней мере, вот этого смога не будет от полигона, который расположен на 9-м километре Юлийского тракта. То есть, перенос действующего полигона на 26-й километр, по крайней мере, меньше будет вот этих, ну, скажем так, выбросов, которые еще и, скажем так, имеют свойство пахнуть специфически. Да, хочу дополнить, да, что вот в рамках, этот, национального проекта экология, рекультивация, вот, городской свалки планируется включить в 20-м году. То есть, вот, проект по строительству полигона и перенос, вот, захоронение отходов на 26 километров, это нам нужно завершить в 19-м году, для того, чтобы уже с федеральным центром работать, это у нас, Министерство экологии работает, да, у нас в республике, чтобы получить финансирование на рекультивацию. То есть, рекультивация хотя бы на наши плечи не лежит? Нет, да. Это федеральная программа есть. На прошлой неделе я встречался с Кабулкиным. Все свалки надо, чтобы через федеральную программу ушли. Рекультивация. Да, рекультивация, да, рекультивация. То есть, там большие средства заложены, на прошлой неделе у нас была встреча с Кабулкиным, министр охраны природы Российской Федерации, по поводу этих полигонов, то есть, вот, там же у нас еще в тарифе рекоператора, ну, который в центральных зонах есть такое понятие, как экологический сбор. То есть, те производители, которые производят упаковку, там, ну, какие-то товары народного потребления, они будут платить экологический сбор за ту упаковку. Ну, условно говоря, ты произвел конфету, зоофанти, которые конфеты, производитель платит за его утилизацию. И вот эти средства, они будут аккумулироваться как раз-таки на вот эту федеральную программу рекультивации полигонов. То есть, ежегодно, там, большие суммы предусмотрены, и они будут постоянно. То есть, законодатель не до конца нас все-таки вогнал в угол, да, и говорили. И плюс, вот, та поддержка, которая оказывается на объекты обработки, это тоже источником являются вот средства экосбора. Экосбор. Слегка не в теме, да, вот, поскольку сбор на фантик упомянули, есть утилизационный сбор на автотранспорт, да, так называемый. Вообще, у нас утилизации, скажем так, старых кузов и так далее. У нас же в городе очень популярное движение, там, везде кузов и так далее. Вывоз кузов. Да. А этот вопрос, он как-то предусмотрен вообще текущими событиями или нет? Утилизация машин, все-таки имеете в виду? Ну, утилизация машин, это все-таки немножко... Отдельное. Отдельное направление, да? Это не твердое коммунальное. Тут я и говорю. Ну, я надеюсь, все-таки наше ТЛЦ на том берегу хорошо заработает, да, когда у нас будет транспортное состояние. Это отдельная тема. Будет дешевый, да, транспорт, ну, грубо говоря, вывозить в торсырье. Я думаю, наше автокузование сами по себе исчезнет. Мы сейчас должны говорить по этой теме, мы сейчас должны говорить по оплате НВОЗ за негативное воздействие окружающей среде. Она появится. То есть до этого никто не платил, она появится уже в тарифе, мы будем платить. И она будет занимать сколько? 13%? Да. 13% она будет занимать. Вот. И вопрос в чем? НВОЗ платит все предприятия там и так далее, да? Ну, а средства куда? Средства не остаются здесь же, в городе и в республике. Не, 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 а распределение как идет? 55% муниципальное образование, 45% республика и 5% федеральный бюджет, да? То есть это все хорошее средство. И вот эти средства, они сейчас тратятся как хотят. Но их практически не платят. Их нету. Да, их практически нету, они в общий котел падают и в принципе они не идут на выравнивание. Так что падает, если их не платят? Не, не, их платят, но они идут. Кто платит? Как? Юридические лица немножко. Юридические предприятия платят. Сейчас вот юридические предприятия платят. Промышленные предприятия, юридические лица, транспортники. И вот эти средства идут в общий котел бюджета и тратятся уже не на экологию, а тратятся уже как предусмотрено в бюджете. Там школу строят, там дороги, там и так далее, и так далее. Общая сумма примерно 300, да, где-то? Ну, примерно в бюджете где-то 300. Но она перераспределяется и так далее, да? Мы хотим, чтобы вот эти платы, НВОС, она конкретно шла на решение наших проблем. То есть именно по твердым коммунальным отходам, по крайней мере, пока вот эта программа внедряется, ну, в течение 5 лет как-нибудь, да? Вот эти средства как-то саккумулировать и сделать так, чтобы она действительно снизила бы стоимость тех же капитальных вложений на строительство новых полигонов. Вот этого сейчас надо добиваться. Вернемся к центральной зоне, да, в котором значительное место занимает город Якутска, крупнейшая агломерация, да? Андрей Лебедев допустил, вот когда мы рассматривали НОУФИ, очень такой показательный пример, да? Стоит, к примеру, КПДшка четырехподъездная, да? Там стоит, ну... Два бака обычно стоит. Два, три бака, да? Если шестиподъездный, три. Ну, обычно вот с КПДшкой у нас 80 домов, 80 квартир в среднем по 50 квадратов, то это 4000 квадратных метров одна КПДшка. При нынешнем тарифе 2,77 у нас начисление составляет ориентировочно около 10 тысяч рублей одна КПДшка, ну, то есть за вывоз мусора. Вот этот мусор, два бака выводится каждый день. Сейчас средняя цена в городе, это 250 рублей один бак вывезет один раз. То есть затраты на вывоз мусора там составляют около 18 тысяч рублей, а сборы 10. То есть сейчас, ну, по большому счету, управляющие компании за счет технического обслуживания, за счет других статей перекрывают это все. Ну, перекрестно идет. Да, перекрестно идет финансирование этих вещей. То с нового года, да, мы это все будем все-таки платить по-нормальному, да? То есть все будет перекрываться. И это и есть самый главный плюс, да? Это, конечно. С точки зрения коммунальщика. С точки зрения коммунальщика, да. Но мы получаем качественную услугу, мы должны получить качественную услугу. Если мы, ну, грубо говоря, придем и будем выполнять то же самое, ну, грошная цена, условно говоря. Народ, наверное, интересует, как вы будете собирать плату за каждого, с каждого? Начисления будем делать. У нас есть расчетный биллинговый центр, у нас КПК-сервис. Ну, то есть все те начисления, которые идут, да, к частным платежкам, они будут также к ним приходить. Вот частный сектор. По частному сектору мы будем начислять только тому частному сектору, где оказываем услугу. Вот, допустим, у нас Марха. Мы четыре года назад в Мархе начали такой пилотный проект по вывозу мусора. Поставили 100 баков, сейчас их порядка 130. За четыре года их украли почти 170, да? 100 баков поставили? 170 украли за четыре года, то есть поставили больше 200 баков. Дальше мы это все... Сколько украдут Сайсара? Нет, их все равно потихонечку воруют. Потом мы пошли на Сайсары, на Табагу. Ну, то есть мы сейчас во всех пригородах и таких приграничных зонах, где много частного сектора, поставили вот эти наши общественные точки. Павел тоже оставил. Андрей, давай о судьбе вот этих баков сразу после рекламной паузы. Завершающей части нашей программы, которая сегодня еще раз посвящена... Надо будет, мы еще и еще раз будем возвращаться к мусорному вопросу. С 1 января действуют новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня 17 декабря еще в постоянном комитете Государственного собрания Ултумен рассматривали данный же вопрос, да? Да, сегодня. Вот буквально фактически тем же составом присутствовали на рассмотрении. Ну, разговор тоже был интересный. Надеемся, отголоски дойдут до нас. И все-таки насчет частного сектора. Продолжим тему пилотного проекта, который... То есть мы во время пилотного проекта поставили баки в Мархе, в Сайсаре, в строительном округе, в Табаге, в Магане. Ну, короче, во всех пригородах в Якутске народ очень активно начал возить мусор, да? Мы за 4 года вывезли мусора столько, сколько они вывозили, по-моему, десятилетиями, ну, с этих районов. Мы победили, зато самый главный бич этих районов, это все-таки несанкционированные свалки. То есть с тех районов, где мы поставили вот эти баки, несанкционированные свалки, они исчезли, да? Вообще, сознательность граждан у нас в городе, она растет из года в год, да? Я помню, когда Пирюри Вадимовича забыли, нас каждую неделю выгоняли на субботник, и мы каждую неделю ходили на субботник. И сейчас я очень часто, когда еду, допустим, по какому-то шоссе, там, или по Серегляху, либо по Кровскому тракту, везде стоят мешки с мусором. То есть сейчас люди уже не выкидывают мусор под забор, куда-то, в лесок, они все выносят мусор на проезжую часть, и все знают о том, что этот мусор в любом случае вывезется, да? И также наша сознательность по поводу частных домов, да, то, что люди не платят в частных домах, она будет расти. Все равно постепенно, потихоньку, но мы все равно к этому придем, потому что каждый будет мусор свой оставлять, ну, грубо говоря, в мешочки, или донесут до санитарной точки, и все равно люди начнут понимать, что эта услуга им оказывается, и начнут к этой услуге платить. Частников как будете деньги собирать? Мы сейчас ведем переговоры с энергосбытом, потому что самая полная база информации по поводу частного сектора, это есть у энергосбыта. То есть мы хотим параллельно, так же, как и в Мархе, да, мы делали, начислять со светом плату за мусор. То есть сюрпризов ожидается все больше и больше? Ну, мы будем начислять только тем... То есть каждый, кто имеет договор на поставку электричества... Нет, мы будем подходить дифференцированно. То есть мы будем начислять только тем районам, где фактически оказываем услугу. Мы не имеем права начислять частному сектору, да, если мы там фактически не оказываем услугу. Как я могу это начислить? То есть вывез мусор, начислил. Не вывез, ну, я не имею права. Вот здесь тот же самый вопрос, он на самом деле не только частного сектора касается, поскольку законом изначально вообще предусматривалось только прямые договора между населением и региональным оператором. Сейчас там немножко изменилось, возможно, и через управляющие компании. Но в целом, как бы, и все управляющие компании идут на то, чтобы стремиться к тому, чтобы вы заключали прямые договора с населением. И вот здесь население тоже спрашивает, а где и как мы будем платить за мусор. То есть вот все многоквартирные дома, то есть тогда вы предполагаете, что только через агента Энергосб. Нет, через всех агентов у нас подписаны все агентские соглашения со всеми операторами, которые у нас в городе есть. Но человек это будет видеть, вот как правильно говорят, или как капремонт, да, или, допустим, там с квитанцией за свет, каким образом? Нет, но мы все-таки сейчас, когда у нас появится наконец-то тариф, да, у нас уже готов проект договора со всеми управляющими компаниями. То есть как только выходит тариф, мы пойдем с управляющей компанией заключать соглашение, да, на оказание. То есть управляющие компании будут собирать? Ну, если у них не прямой способ управления. Если будет консенсус. Нет, если у них не прямой. Здесь большой вопрос, на самом деле, почему, потому что у нас очень много вот действительно разногласий, еще пока непонятных вопросов. И управляющие компании, многие просто не хотят быть крайними за вот эти переходы, потому что, естественно, люди придут куда разбираться. Они не пойдут искать регионального оператора, они не пойдут искать кого-то, они придут в свою управляющую компанию. Ну, естественно, сначала мы все будем объяснять, почему стало в два раза дороже. Там у нас еще встают вопросы о сверхнормативном вывозе, потому что мы сейчас говорим только о нормативе, и региональный оператор, кроме этого, говорит, если мы будем возить больше норматива, то мы людям еще довыставим дополнительно. То есть мы... То есть это строительный мусор, не габарит? Нет, это даже просто бытовой. Норматив учитывает сразу и не габарит. Да, вот мы, например, как управляющие, мы не представляем, как это можно сделать человеку в многоквартирном доме. То есть один месяц тебе пришел один счет, в следующий месяц тебе пришел... Нет, не будет это больше. Нет, неправильно. Ну, сейчас... Нормативно. Нормативно. У оператора сейчас говорят, что предполагается вот так, что мы отработаем норматив. Мы тоже с этим не согласны. Нет, сейчас по нормативу. И вот пока вот эти вопросы не урегулированы стопроцентно, конечно, управляющим компаниям... Норматив считали целый год. Выходить на эти вещи совершенно не хочется. Нет, нет, на сегодняшний день тот норматив, который утвержден министерством ЖКХ, он и будет применен на жителей. В зависимости от того, в каком доме живет. Частном или многоквартирном. Все-таки на жителей или на квадратный метр. На жителей. А не кажется, что норматив занижен слегка? Ну, этот факт... Вы в тот раз говорили, что он занижен, Розава. Ну, много разговоров вокруг нормативов, да. Но все-таки скажу, что в соответствии с федеральными правилами, как сказали, 4 сезона были измерения соответствующие, да. Все протоколы измерения у нас есть, и по результатам, которые мы еще и обсуждали на общественном совете министерства ЖКХ, и по итогам, которые мы приняли эти нормативы. Говорить о том, что они занижены или завышены, да, сейчас как бы, ну, подтверждений нет. То, что сейчас вот вывозится, например, да, и констатирует факт, что вот мы два раза вывозим, там полтора раза больше вывозим. Вот это вот тоже ничем не подтверждено. Поэтому единственный выход, это по нормативам будем работать в 2019 году. Соответственно, мы сейчас думаем над методикой установления факта, как мы будем сейчас работать для того, чтобы собирать факт, чтобы определить по итогам 2019 года, какой объем фактически был вывезен по каждому населенному пункту. И поэтому, по итогам этой работы, уже по итогам работы региональных операторов, будем уже корректировать нормативы. Надо сказать, что на три группы делится вот этот норматив. Да, по населенным пунктам. То есть большие населенные пункты, средние и маленькие. Вообще, надо сейчас говорить главам населенных пунктов, к сожалению, почему-то у нас в Вилтумене они не присутствовали, что их обязанности, полномочия состоят в том, чтобы зарегистрировать, ну то есть создать и зарегистрировать площадки. Вот они этого не сделали до сих пор. Большинство. В смысле, полигоны или площадки? Не полигоны, а площадки размещения. Контейнеры. Да, не только контейнеры, в том числе и мусорные, которые потом превратятся в свалки санкционированные. Да, площадки накопления, это с 1 января 2019 года превращается уже в полномочия органов местного самоуправления, их содержание, определение схемы. А вот по объектам размещения, по свалкам, то, что они поставлены на государственный реестр и так далее, это бремя собственника, то есть эти земельные участки находятся в муниципальной собственности, сейчас эксплуатируются, ну, в лучшем случае, какими-то предприятиями, которые занимаются размещением отходов. То есть в свое время муниципалитет должен был как минимум собрать документы, перевести землю в промышленные, да, и начать оформление. И самым таким вот, ну, сдерживающим фактором для того, чтобы его поставить в ГРУ, это является разработка проектной смертной документации. То есть даже если мы найдем сейчас вот те источники финансирования на разработку ПСД, да, у нас не все свалки можем включить в государственный реестр, потому что в большинстве из них земли не промышленности, да, то есть очень много земельных участков в лесном фонде, а мы знаем, что перевести земли с лесного фонда, это практически, как бы, ну, очень сложно и так далее. Поэтому вот в свое время муниципальные образования, они вот, можно констатировать факт, что недостаточно. Ну, у них проблема была с финансированием, это тоже надо иметь в виду. А если их ГРУ нет, то, получается, их и в тарифе не будет. Инвестные отбавки не будут. Короче, подводных камней куча, да, и... Очень много. Один из наиболее крупнейших подводных камней, это методика исчисления все-таки, да, об которой мы с рогами упорились в прошлый раз на совместном заседании, да. Ну, благодаря работе в госком региональном центре, там, в принципе, понятно все, на самом деле. Да, ну, все-таки квадратные метры или подушевое? Остается подушевое уже, да? Да. Мы все-таки настаиваем на том, чтобы у нас был подушевое... Ой, не, по квадратным метрам, точнее. Потому что... Я не знаю, не дорого. Ну, представляете, да, то есть человек, если многодетная семья, да, живет в малогабаритной квартире, то у них резко будет возрастать плата на семье, ну, для семьи. Поддерживая. Да, потому что мы все-таки должны ориентироваться, потому что мы, ну, долго об этом спорим уже, да, вот уже месяц, да, мы об этом спорим все-таки по квадратам или подушно. То есть все-таки и сарданом Владимировым... Есть же гибридный вариант. Гибридный вариант пытались ввести. Потому что вот сарданом Владимировым, что надо все-таки рассмотреть возможность в городе поставить по квадратным метрам. Потому что, ну, это будет социально справедливо, да. То есть, если у человека большая, ну, квартира, да, то он, соответственно, и должен платить, ну, много за мусор. Если у человека маленькая квартира, то, соответственно, он и должен платить, как бы, мало за мусор, потому что... Ну, это, я думаю, бесконечный спор будет, скорее всего. Это бесконечный спор. На самом деле у нас это коммунальная услуга. А, как мы понимаем, коммунальная услуга должна быть либо по нормативам, либо по, это самое... Ну, если по нормативу, то это с человека, да, либо это должно быть по приборам учета. Но так как у нас мусор, у нас приборы учета невозможно сделать, потом в будущем, наверное, что-то и произойдет. Ну, те же мешки, мешковый сбор, да, который может сказать, что вот здесь у нас столько-то килограмм, здесь у нас столько-то килограмм. Может быть, это и произойдет в дальнейшем. Но сегодняшний день все-таки это коммунальная услуга, поэтому все-таки это не квадратные метры. У нас жилищная услуга, да, она идет с квадратного метра. А коммунальная, она идет либо по нормативу, который утверждается на человека, либо идет по приборам учета. Ну, к сожалению, пока вот этот закон не стимулирует население, чтобы они сами у себя сортировали мусор. На дальнейшем все-таки будет. Да, на дальнейшем будет, но пока сейчас, в данный момент... А пока сейчас же смысла нет, Павел Владимирович. Нет, и еще, вот сегодня же прозвучал вопрос о том, что мы на сегодняшний день не знаем, сколько у нас мусора мусорится на самом деле, да. Мы не знаем, никто не знает, ни региональный оператор, никто не знает, сколько сегодня человек мусорит. Поэтому, если мы с вами останемся на квадратном метре, мы никогда с вами не узнаем, сколько у нас производится мусора. Поэтому, наверное, все-таки для того, чтобы решить вот эту вот реформу, да, реформа у нас для чего сделана? Для того, чтобы на самом деле сделать в этом порядок. Если мы останемся на квадратном метре, мы никогда с вами не сделаем этот порядок. Поэтому, на самом деле, более правильно это будет с человеком. Хорошо, но давайте мы... Буквально остаются недели, считанные до того момента, как вступит. Оттяжки не будет, дорогие товарищи, дорогие граждане. Оттягивали, второй оттяжки не будет. И с 1 января, еще раз говорю, будут начисляться новая коммунальная услуга. Обращение с твердыми коммунальными отходами. Ничему не уявляйтесь, и все вопросы. Ну, пишите в редакцию, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok